Привет, меня зовут Наркиза, я та девушка, которая развелась из-за тиктока. Многие в комментариях спрашивали, как можно было развестись из-за тиктока и в чем же была все-таки причина развода. На самом деле тикток это не основная причина развода, но он сыграл свою роль в нашем недопонимании. По прошествии времени я не хочу поднимать все те моменты, из-за которых мы действительно развелись, это будет неправильно. Я уважаю бывшего супруга и его родителей, поэтому я этот момент умолчу. Замужем я была всего полгода и я даже успел побыть немного классической келинкой. Как полагается лойкурской невестке, я встала в первый день в 6 утра и пошла подметать двор. В какое-то время проснулся супруг, он помог мне полить двор и также подместить территорию перед домом и, соответственно, ее также полить. После я пошла на кухню, накрывать на стол, поставить чай и воду на откинь чай. В то время я и проснулась свекровь, она пришла на кухню, показала мне, что где лежит, подошел свекровь, мы все вместе позавтракали. После я убралась на кухне, в тот день не нужно было ничего готовить, поэтому я направилась в свою комнату разбирать преданное и раскладывать все по местам. В тот день я сделала влажную уборку дома, супруг пылесосил и к вечеру мы уже поехали за продуктами. Вот так мой прошел первый день после свадьбы. В последующие дни я, конечно, вставала чуть позже. Были моменты, когда я даже просыпала, мне было за это очень сильно стыдно перед свекровью. После того, как все позавтракали и уходили на работу, я начинала уборку, готовила обед и ужин и занималась своей работой. Кстати, я тогда работала параллельно. Честно, даже сейчас я не понимаю, откуда у меня было столько энергии, потому что у меня получалось совмещать клиентскую жизнь, работу, а также снимать какой-то контент для ТикТока. Сейчас, конечно, у меня столько энергии нет. Как бы это ни было, на самом деле, первое время было трудно свыкнуться с новой ролью, привыкнуть к новым обязанностям. Я очень много не спала и плакала, и ТикТок был единственной моей душной. Несмотря на то, что замужем я пробыла совсем немного, но для себя я убедилась, что, оказывается, я могу совмещать работу, развитие и керинскую семейную жизнь. После развода прошло полтора года, за этот период произошло много всего, и сейчас я нахожусь на стадии выхода из состояния депрессии, и буду делиться об этом в сторисах и в ТикТоке. Ой, как сказал бы Станиславский, не верю. Ребята, всем здорово, саночная сойдет. Самый-самый первый и самый главный аргумент, ребят. Я такая была хорошая, ну просто там, не знаю, на второй день после свадьбы, утром, раньше всех, она пошла двор подметать, ребята, после свадьбы. То есть, только фатус сняла, и сразу метелку в руки, да, и полетела. Ха-ха-ха, двор этот убирать, да. Ну, это все фигня, то есть, она вот пыталась вообще, да, вот перед всеми, там, перед свекровью, перед родителями мужа, там, перед ним быть самой лучшей, так вот, показать, что она хозяюшка, да. И тем не менее, как бы, вот она вела ТикТок, и когда вопрос встал, ну, я же понимаю, что оно так, не вот так вот возникло. Ну, ей надо, там, муж, там, или кто-то, делал замечание, типа, там, по поводу ТикТока, может быть, много времени ему уделять, может быть, что-то рассказывать мне то, что надо, там, про семью и так далее. Ей стало наплевать. Ну, ребята, как бы, если развелись, в том числе, из-за ТикТока, да, то есть, она попросту не, ну, мы видим, что она не перестала его вести, то есть, она сделала выбор. Лучше ТикТок, чем муж, и все. Так, что ты тогда нам, человечка, тогда рассказываешь, типа, я там была такая, раз такая, просто такая, как бы, ты просто просрала, извиняюсь, семью из-за ТикТока. Ну, не обижайся за мои грубые слова, но тем не менее, да, вот, и ты дальше его продолжаешь вести. Ну, тогда я что-то сомневаюсь, что ты была такая прям охренительная хозяюшка.